Сейчас в интернете можно найти все, что угодно, любую информацию, но не всему можно верить. Что из написанного правда, а что нет. Понять, где вымысел, а где достоверные факты, трудно. Поэтому давайте не будем верить всему подряд, постараемся сами узнать правду. Поговорим на актуальные темы и услышим мнение специалистов. В эфире программа «Обо всём честно» и я её ведущая Ольга Харламова. Здравствуйте! Сейчас о БАДах, биологически активных добавках говорят постоянно. Все хотят быть вечно молодыми, красивыми, здоровыми, бодрыми всегда. Некоторые пытаются заменить БАДами лекарства, прописанные врачом. Это приводит к нехорошим последствиям. Или бросаются ещё в одну крайность. Заказывают по интернету или через сетевой маркетинг витамины и добавки к пище, тратя немалые деньги, иногда даже десятки тысяч. А получают средства, которые, судя по составу, стоят считанные копейки. И плюс подрывают подчас здоровье. Давайте разберёмся, в чём опасность БАДов. Есть ли в них плюсы, где их можно покупать, а где не стоит, чтобы не быть обманутыми. И что стоит учитывать, чтобы покупка такого средства не принесла разочарования и неприятности. С биологически активными добавками связано немало неприятных историй и даже скандалов. Деньги потрачены, а результат – заболевание запущено. Почему? Надо помнить, что БАДы – это не лекарство. Они не способны вылечить серьёзные заболевания. Могут лишь подпитать организм витаминами и минералами. То есть их главная цель – профилактика. Но это, если биодобавка качественная. Покупка же срок такого средства ни к чему хорошему не приведёт. Так можно здоровье испортить, а не оздоровить организм. А что вообще о БАДах думают горожане? Ну, здесь мнение людей расходится. Например, я знаю таких, которые употребляют и считают, что это не стоит. А моё мнение, что это всё человеком в голове. Не БАДы помогают, а тут. БАДы – добавки биологические к еде, к пище. Но они не считаются лекарствами дополнения к пище. Бывают пользы в зависимости от качества. А бобы стали употреблять? Да, я временем употребляю. А для чего? Ну, я для поддержания физической формы. Одно время я как-то нью-вейс увлекалась. Энергетические такие. В общем, ну, ни хорошего, ни плохого. Я бы хотела сказать, что самостоятельное применение непросто, нецелесообразно, но и опасно. Потому что если вы приобретаете в аптечных сетях данные препараты, там прописан состав. Что же входит в состав этой биологически активной добавки? Если вы покупаете эти препараты через распространителей, уже ряд очень серьёзных репортажей говорил о том, что, к сожалению, происходят нечистоплотные махинации. И люди, в надежде на то, что за серьёзные деньги они получают совершенно необыкновенные вещества, которые дают рецепт молодости, используют шарлатанские просто сочетания. Во всём мире около 60% населения принимают БАДы. Они существуют разных направлений. Задача одних – обогащать организм витаминами, вторых – выводить токсичные вещества из организма, третьи – используют в косметических целях. Но чтобы, опять же, БАДы не навредили, надо учитывать, то, с какими лекарствами их употребляете. То есть мы рассчитываем на лечебное воздействие определённого вида лекарственного препарата. Биологически активная добавка может иметь кислую, щелочную или нейтральную среду, которая будет дезактивировать лекарственный препарат. И вместо пользы мы получим откровенный вред. Лень приготовить овощную рагу. Трудно уговорить ребёнка кушать. И тут особо находчивые хватаются за волшебную коробочку с БАДами. От организма требуется усилие для того, чтобы усвоить эти химические вещества. И его ответная реакция может быть в виде аллергии. Проблема многих и в том, что сами надумывают себе заболевания, сами ставят диагноз, сами назначают лечение и сами же потом жалуются, что появились новые проблемы со здоровьем. И старые не решились. Настоящее заболевание так и не выявлено. Поэтому такие действия надо согласовывать с врачом. Что такое дисбактериоз? Это неправильное соотношение полезной и вредной микрофлоры в кишечнике. И вот так однозначно решить, что если есть дискомфорт в желудочно-кишечном тракте, это именно тот дисбактериоз, это не совсем верно. И вот эти препараты, которые излишне добавляются в организм, они могут приводить к тяжелым нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта. Вот я бы хотела озвучить грудные сборы, в которых находится корень солодки. Вот эта безобидная солодка, в ней содержатся вещества, близкие к гормональным компонентам крови. И особенно опасно давать этот препарат детишкам не в прописанной пропорции. То есть наряду с лечебным действием может быть обратный токсический эффект. Чем ещё коварны БАДы? Например, в грудных и желудочных сборах содержатся растения, которые по своему химическому составу очень близки к биологически активным компонентам человеческого организма. Если их уровень в норме или слегка повышен, то тогда возможно появление побочных токсичных реакций. Так что однозначно, БАДы – это хорошо или плохо, сказать нельзя. Важно подходить к этому вопросу разумно, без фанатизма, и понимать, что эти добавки не заменяют лекарства. Эффективность их на 100% не доказана. Идти за советом к соседу не стоит, на то есть специалисты. А самолечение до добра не доведёт. Кроме того, баснословная цена средства не означает его эффективность. Деньги потратите немалые, а толку, возможно, и не получите никакого, если покупать такие средства не в аптеках, а где придётся в интернете и каталогах, поддавшись на красочную рекламу и заманчивое обещание продавцов. Много споров сейчас и о том, действительно ли генномодифицированные продукты, которых сейчас полно в магазинах, представляют для нас серьёзную опасность. Правда это или миф? Слышал-то о них каждый, но одно дело слышать, а другое дело постоянно употреблять генномодифицированные продукты. Чем они могут навредить? ГМО, где за и где против? Давайте разберёмся честно. ГМО – это организм, генный код которого претерпел изменения путём введения в него гена чужеродного организма. Такое его точное определение. Например, берём ген арктических рыб и вводим его в генетическую структуру помидора. Таким образом получаем помидор, устойчивый к холоду. Материальная выгода, конечно, в этом есть. А вот вредно ли употребление таких продуктов? Всё это до конца не изучено. Многие горожане, как показал наш опрос, против ГМО. А учёные и специалисты предупреждают об опасности и отдалённых последствиях, проявиться которые могут через поколения. Для чего это разработано было? Потому что население земного шара растёт, и угроза голода всегда преследовала и всегда настораживала человечество. Чего мы добились благодаря достижениям биологической, химической промышленности и нанотехнологиям? То, что мы частично улучшили формы пищевых продуктов. К чему это привело? А, к сожалению, это привело к тому, что наш организм не готов усваивать все эти великолепные, как с картинки, снятые продукты. В чём это проявляется? Это проявляется ростом аллергических заболеваний, это проявляется ростом онкологических заболеваний. И частично эти вещества стали воздействовать на геном человека. То есть при рождении случаются проявления каких-то врождённых патологий. Я, например, если написано там генетически-модифицированный крахмал, я уже не беру. Если честный производитель, он пишет, то я не беру. Лично я стараюсь их не употреблять, вот. А так, конечно, не знаю, ещё может быть не установлено до конца. Срок всё же небольшой, пока их производят. Вред. Чем? Ну, ты вам всегда пишешь продукт без ГМУ. Я не знаю состав, что там входит. Есть различные факторы, которые, ну, не менее серьёзно влияют на организм. Но всё равно наличие данных продуктов, которые мы используем в повседневной жизни, безусловно, должны быть ограничены в детском возрасте. Ни в коем случае их не должно быть в питании для искусственного вскармливания детей. Потому что прогностически вот эту вот ситуацию в несформировавшемся организме предусмотреть будет очень сложно. Одно из самых страшных последствий, которые возможны от ГМО, это бесплодие. Считается, что эти продукты влияют на репродуктивную систему человека. В опытах на животных, крысах и даже на растениях ГМО было установлено, что они не дают потомства. Правда, тут мнения разделились. А некоторые учёные, несмотря на это, говорят, что чужая ДНК в генномодифицированном продукте не может встроиться в человеческий организм. Но вот нужно ли рисковать? Риск – благородное дело, но если это не касается самого важного здоровья. Они искусственно выведены, и вот именно отдалённые последствия, то есть то, что встраивается в геном человека, и он будет проявляться. Да, те пищевые продукты и вещества, которые мы используем ежедневно, как они могут плохо влиять на нас? Различными функциональными изменениями. То есть вы кушаете полноценную еду, нет насыщения, нет такого вот состояния комфорта. Появляются какие-то неприятные изменения в организме в виде нарушения пищеварения, в виде затруднения дыхания, всевозможных кожных проявлений. И очень трудно сказать, что тот помидор, который вы с аппетитом вчера съели, вот стал источником таких беспокойств. Потому что мы можем грешить на всё, что угодно. Но когда приготовили своими руками или купили по достаточно высокой цене, ну, вызывает как-то, ну, сомнения. Хотя на самом деле, на самом деле это действительно так. Правда, в медицине из ГМО извлекли пользу, был получен инсулин. До того, как его стали получать через генномодифицированные организмы, использовали инсулин животных. У человека была аллергия. А на этот аллергии не бывает. Он хорошо воспринимается организмом. А вообще, за 10-летний период мирового промышленного производства ГМО растительного происхождения в США и других странах зарегистрировано и разрешены в питании уже более 100 видов генномодифицированных продуктов. Самое большое распространение получила генномодифицированная соя. Почти 95% всей мировой сои – это генномодифицированная. Её часто добавляют в колбасу, сосиски, сметану, молоко, молочные продукты, в кондитерские изделия и даже она присутствует в детских смесях. Но вот в России более часто генномодифицированные источники встречаются в мясных продуктах. Сейчас радует, что усилился контроль за теми продуктами, которые предлагают нам для ежедневного употребления. Мы заходим в магазин и что мы видим? Цельное молоко. Молоко – молочный продукт. И на составе прописано, из чего он состоит. Восстановленное молоко, заменители. Я просто взяла пример. То же самое можно и в отношении всех фруктовых добавок, всех фруктовых или овощного фруктового ассортимента пищевых продуктов. Это должно быть заявлено на этикетке. В каких условиях есть ГОСТ, есть технические условия для производства, из чего и каким образом данный продукт приготовлен. Вот это будет правильно. На вкус и запах ГМО-продукцию определить сложно. Но овощи и фрукты, которые не портятся, не повреждаются вредителями, слишком хорошо выглядят, могут вызвать подозрения. Конечно, это не значит, что нужно покупать гнилые овощи. Но нужно понимать, что красивый внешний вид не всегда соответствует содержанию и не показатель качества. А вред генно-модифицированных продуктов до конца не изучен. И кто знает, каким последствиям, кроме тех, о которых мы сейчас рассказали, они могут привести. Поэтому подумайте, стоит ли рисковать. На сегодня это всё, что успели обсудить. Время программы подошло к концу. Но в следующий раз мы вновь поговорим о том, что интересует многих. Постараемся быть объективными во всех вопросах и аспектах. А главное, обязательно сделать правильные выводы. Это была программа «Обо всём честно». И я, её ведущая, Ольга Харламова. Скоро увидимся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова